Таможенный пост Кордай – главные ворота, которые открывают путь в Кыргызскую республику. Ежедневно госграницу пересекают около 12 тысяч человек и порядка 2 тысяч транспортных средств. До начала и во время выборов президента соседней страны здесь сохранялась спокойная обстановка. Граждане государств беспрепятственно проходили через таможню. Правда, тишину изредка нарушали попытки иностранцев провести груз без разрешения или проехать с перегруженным автотранспортом. В итоге провинившихся оштрафовали на 285 тысяч тенге. Вот такие оперативные кадры распространили правоохранители. Здесь в фотосанитарном сертификате написано «без маркировки». Хотя, согласно правилам, должна быть маркировка на каждом ящике. В Комитете нацбезопасности объяснили, что подобный контроль ведут с целью не допустить ввоз так называемого серво-импорта в страны-участницы Евразийского экономического союза. И подобный контроль, кстати, соответствует нормам ИАЭС. На казахстанско-кыргызском участке государственной границы нашей воинской частью продолжается плановая операция. Основная цель – пресечь незаконные действия на границе, в том числе контрабанду, терроризм и другие преступления, а также вести контроль над соблюдением миграционного законодательства. В этой связи на таможне Хордай производится досмотр автотранспортных средств, багажа и людей. Никакого ограничения или препятствия для прохождения гражданами границы здесь нет. В том, что госграницу в обе стороны можно пройти без труда, имея при себе лишь удостоверение личности, мы убедились сами. Чтобы попасть на кыргызскую землю, процедуру досмотра наша съемочная группа прошла за 15-20 минут. Пограничники соседнего государства лишних вопросов нам не задавали, но попросили на территории таможни не снимать. А вот из Кыргызстана в Казахстан поток людей гораздо больше, поэтому времени на прохождение таможни ушло немного больше. Имеются небольшие очереди, а вот автомашины выстраиваются в ряд. Некоторые водители своими незаконными действиями заставляли ждать других. Таможенники выявили 9 авто, на которых хотели провести 60 тонн незадекларированного товара. То есть это продукты, химия и многое другое. По факту одного из нарушений было возбуждено уголовное дело. Сами граждане к такому режиму проверки относятся спокойно, понимая, что все делается из соображения безопасности. Они так сильно не проверяют, они вот эти следы мы пропускаем. Все нормально, все хорошо, они очень вежливо так разговаривают. Через день езжу на грузовой машине, проезжаю нормально, досмотр делают как положено. Мы к окошку передаем документы, они просматривают его и возвращают с талончиком, как обычно. А что касается новостей о том, что на днях кто-то пытался прорваться через границу, то в Министерстве информации и коммуникации назвали их фейковыми. В ведомстве заявили, что распространенное в интернете видео о стопотворении конфликтов на Курдай было снято несколько лет назад и не имеет отношения к реальному положению дел на госгранице. В свою очередь, кыргызские эксперты заявили, что ситуация остается стабильной и факторов, которые могли бы повлиять на необоснованное усиление или ужесточение контрольно-пропускного режима нет. Насколько мне известно, на сегодня ситуация на казахстанской и кыргызской границе постепенно приходит в норму. Машины пропускают, но не так интенсивно, как, скажем, это было в прежние времена. По большому счету, эта ситуация вся, она показала необходимость в наличии дополнительных КПП на границах, которые могли бы существенно улучшить грузы и пассажиропоток. Добавлю, что на казахстанской и кыргызской границе также усилен ветеринарный контроль, опять-таки в целях безопасности. Действуют сразу шесть пограничных постов. Инспекторы проверяют наличие сертификатов на возимую в Казахстан молочную и пищевую продукцию. Известно уже об 11 нарушениях. Впоследствии молочную продукцию сразу пяти кыргызстанских заводов было решено запретить возить в нашу страну. И подчеркну, что ранее в пограничной службе КНБ заявили, что это плановая операция, которая ведется по всей госгранице, не только на данном участке. Когда она завершится, пока неизвестно. Мы продолжаем следить за обстановкой на государственной границе. Елизавета Кчурин, Мурат Айжанов, телеканал Алматы, Жамбылская область.